Россия-то пришла уничтожать. Они пришли убивать. Я представитель страны-агрессора. Если посмотреть назад, то рубежный год, именно 2014, это вот когда произошла аннексия Крыма, я был излишне оптимистичен. Мирно там ничего не сделаешь. Рассчитывать на это не приходится. Андрей, насколько я знаю, вы в 2014 году еще жили в России и тогда начали заниматься политическим активизмом. Как вы тогда ощущали то, что произошло? Я имею в виду аннексию Крыма. Наверное, будет не совсем точно сказать, что я занимался именно политическим активизмом. Все-таки, скорее всего, Ксения, это какой-то вид гражданской активности, который, естественно, я как гражданин России проявлять начал раньше и участвовал во всех знаменитых теперь уже митингах, когда мы не дожали 11-12 годов. Просто 2014 год стал для меня таким рубежным, поскольку с 2008 года по приглашению американских коллег я стал практически каждый год, а иногда и не раз в году, приезжать в Украину. Мы вместе с американцами, а дальше с австрийскими, швейцарскими коллегами проводили курсы для украинских травматологов, и потом уже и украинские травматологи включились в проведение этих курсов. Поэтому даже если отбросить время моего детства, проведенного в Украине, Украина для меня, мягко выражаясь, не чужая страна. Поэтому то, что произошло в 2014 году, я имею в виду, началось в 2013 Майдан, за которым мы очень пристально следили, 2014 год, оккупация Крыма и развязывание войны на юго-востоке Украины, это для меня послужило таким вот рубежом, когда, наверное, я не принимал политику Путина намного раньше проводимую эту политику, но в 2014 году у меня появилось, я даже не знаю, как сформулировать, наверное, впервые появилась такая ярко выраженная злость, связанная с тем, что они вытворяют в родной мне Украине. А вот вы чувствовали, что это какая-то точка невозврата, что за этим будет что-то большее, или вы думали, что, может быть, Крым там через какое-то время удастся вернуть? Вот как вы это воспринимали в перспективе, то, что произошло? Нет, если быть откровенным, то я не чувствовал тогда, что это уже точка невозврата. Конечно, я был категорически против этого всего, конечно, я протестовал настолько, насколько это возможно, я был активен в социальных сетях, мне пришлось даже, ну, правда, не в 2014, а в 2016 году уйти с позиции руководителя клиники, где я работал, потому что мои политические воззрения были несовместимы, как бы, с позицией клиники. Хотя понятно, что мы с пациентами не разговариваем на политические темы, но... А вас вынудили уйти или вы сами приняли такое решение? Вы знаете, у меня в коллективе, я его собирал сам по принципам хороших профессиональных качеств, вот, исходя из этого, я пригласил одного доктора из Чебоксар, там крупные российские новые центры, вот, по эндопротезированию. Вот, потом оказалось, что это он, мой, распечатывал мои статьи, интервью, вернее, которые я давал, и мои посты в Фейсбуке носил в администрацию, но и в итоге мне предложили уйти, потому что, типа, вот я могу повредить клиники в целом. Ну, что ж, предложили, я ушел, тем более от других предложений, и, как бы, другие предложения поступили сразу же, поэтому у меня не было проблем для... с тем, чтобы устроиться на другое место, на аналогичную должность, но в еще более новой и прекрасной клинике. А как вы тогда чувствовали, вот, наличие вообще ваших единомышленников в России? Ощущалось, что тогда были люди, которые разделяли именно вашу точку зрения? Ну, мне кажется, что да, но вот, в принципе, круг общения-то какой у обычного человека, который работает, да, это то, что называли раньше трудовым коллективом, это коллеги на работе, значительная часть. Я не скажу, что все, но большая часть которых разделяла мое возмущение, я не думаю, что они делали вид, что они разделяют мое несогласие с проводимой политикой, исходя из того, что я начальник, потому что все-таки в медицине не принято, но во всяком случае, когда я руковожу коллективом, не принято давить людей, но единомышленники были. У нас тогда очень много обсуждалось в профессиональных кругах на специальном сайте травматологов-ортопедов, ну, там говорили о политических вопросах, и там принимали участие, это русскоговорящий сайт, вернее, ну, на русском языке мы там писали, рассматривали клинические случаи, и там коллеги участвовали из многих постсоветских стран, и не только постсоветских, но и те, которые могли изъясняться на русском языке, иногда были там какие-то клинические кейсы на английском языке, ну, это отсекало определенную часть коллег, которые не говорят на английском, но, тем не менее, все это обсуждалось. И вот тогда там вспыхнули первые перепалки между возмущенными украинцами и российскими коллегами, которые говорили, да успокойтесь, да вообще и Крым наш, ну, вот это обычная идеология. После этого этот сайт, эту платформу, можно так сказать, украинцы ее покинули полностью, больше из них никто не принимал участие. И вот тогда уже такое появилось разделение серьезное, и я там ругался очень много с крым-машистами, и один из моих друзей, вернее, как двое моих друзей, тогда приняли решение уехать из страны, то есть это вот так вот, возвращаясь назад... То есть такой болезненный разрыв уже тогда... Болезненный разрыв произошел тогда, а потом, когда Бориса Немцова убили, вот тогда уже иллюзии о том, что мы можем как-то существовать в прежнем режиме, я бы сказал так, они стали исчезать. У моей супруги она нейрохирург, позвоночный хирург, вот, у нее эти иллюзии исчезли раньше, в этом плане она всегда была настроена радикальнее меня, но я долго, долго испытывал эти иллюзии, да, слишком постепенно, наверное. А вам тогда не хотелось в Украину переехать, вот уже тогда? Хотелось, да, хотелось, но все время же... Это не то, что лень, да, но все мы в каком-то плане консервативны, и вроде бы все начало утихать. У тебя новая клиника, в которую я пришел еще до того, как она приняла первых пациентов, да. Ты можешь участвовать, я участвовал в планировании вот всех этих внутренних алгоритмов, гайдов, так называемых гайдлайнов, чтобы они соответствовали мировым с одной стороны, а с другой стороны, ну, учитывали реальные возможности клиники. Ты мог заказать то, чем ты хочешь работать. Для нас, у нас же ресурсоемкая специальность, травматология, ортопедия. Нам очень важно, это то, чем ты работаешь. Следующий момент, с кем ты работаешь. Мне ни одного врача не навязали. Я пригласил только тех, в чем профессионализм, я был уверен, и с кем я хотел работать. Вот эти вещи очень важные, поэтому это же все затягивает. Ты приходишь на работу, а я именно ходил на работу. Клиника для Москвы – это совсем необычно, когда даже на машине или на общественном транспорте не приходилось ездить. Я приходил на работу, у меня классная команда, у меня очень интересные пациенты, у меня есть возможность реализовать себя полностью в профессиональном плане. Конечно, это здорово затягивает, и ты думаешь, что ну вот дальше, вот еще вот такой кейс интересный, вот, ну, может быть, попозже. Потом уже, когда стало понятно для меня, что начнется уже большая война, 2021 год, я поднял документы, у меня все родственники, я первый в своем роду, кто родился за территорией современной Украины. Поднял все документы, тогда действовал закон от 2000 года, который позволял претендовать на украинское гражданство, я списывался с адвокатами украинскими через Илью Новикова, известного, как бы, человека. Очень, но вот потом наступил Новый год, какая-то пауза в этих отношениях. Ну, а потом и война, большая война уже, широкомасштабная агрессия. А если продолжать, вот, осмысливать это все десятилетие, вы жили в России и постоянно усиливались репрессии, становилось все хуже и хуже, и политических оппонентов сажали в тюрьму, и все это, как бы, усугублялось. Вы при этом чувствовали, что есть в России какой-то задел такой протестный, что люди все-таки готовы этому сказать нет, или, наоборот, это все больше уходило, вот, как-то утаптывалось в это болото, и люди к этому привыкали? Как вы вот это ощущали изнутри? Мне казалось, все-таки, я был излишне оптимистичен. Теперь, если посмотреть назад, то рубежный год именно 2014, это вот когда произошла аннексия Крыма и развязывание войны на юго-востоке Украины, уже тогда, наверное, надо было ставить точку и понимать, что мирная смена власти маловероятна. Но полностью мирная смена власти в России стала невозможной с моей точки зрения. Это вот развязывание широкомасштабной агрессии с 24 февраля 2022 года. Ну, а жирная такая точка на последних надеждах, уже не моих, а других людей, способных к какому-то критическому мышлению, это убийство Алексея Навального. Все мирно, там ничего не сделаешь. Рассчитывать на это не приходится. Если возвращаться к вашему переезду в Украину уже во время полномасштабной войны, когда вы переезжали, вы были готовы к тому, что украинцы, несмотря на то, что вы так поддерживаете Украину и что вы переезжаете, чтобы лечить украинских военных, вас не примут просто из-за того, что вы из России? Да, конечно, я к этому был готов. Я и в скором времени, когда поеду в Украину снова, я снова буду к этому готов, потому что я представитель страны-агрессора. Но вы знаете, чем ближе к линии фронта, тем больше все делится на черное и белое. Политологи говорят о том, что не, не, так не бывает, черное и белое не бывают. Вот есть множество оттенков, и вот может быть так, а может быть этак. В Украине не так. Когда идет война, вот эта кровавая война, когда гибнут люди, причем гибнут-то они не только на передовой, они в соседний дом, где я жил, попала ракета, когда я был в Киеве. Ну, через там дом. Вот, там гибнут люди. То там именно черное, именно белое. Если ты на светлой стороне, тебе рады, с тобой не просто разговаривают, но тебя всячески поддерживают. Ты едешь в Украину, чтобы поддержать украинцев, а получаешь там поддержку неимоверную, поддержку, которую ты и не ожидал получить. Вот это как бы такой шокирующий абсолютно момент. Вот, поэтому нет, там черное и белое. Я на белой стороне, на светлой стороне. С негативным отношением я не сталкивался, но, подчеркну, я к этому готов, потому что я представитель страны-агрессора, и если кто-то до конца не знает мою позицию, ну, не обязаны знать. Сейчас один из главных нарративов российской пропаганды – это усталость от войны, причем усталость не только, которая якобы есть на Западе, но и усталость самих украинских военных, которые уже якобы не хотят воевать, у них упаднические настроения и так далее. Вы, как врач, работающий в военном госпитале, наблюдаете другую картину? А я бы тут в своем вопросе, но я понимаю, что этот вопрос звучит, он и в прессе, это не на сто процентов ваши слова, потому что несколько понятий смешаны. Усталость, нежелание воевать, отказ от того, чтобы воевать – это все разные вещи. Первое – усталость. Есть ли усталость? Да, она есть, конечно. И среди докторов есть усталость, потому что ты попробуй, походи на работу вот уже больше двух лет, каждый день, в полвосьмого, там до пяти, это как минимум-то на работе, в пятницу приходит эвакуационный поезд, конкретный в этот госпиталь, где я был. Дежурные травматологи принимают новых пациентов. В субботу, естественно, все выходят на работу, потому что это ни одна, ни две операции, как правило, это этапные операции, чтобы разобраться уже досконально с теми, кто поступил, какие-то операции происходят, в воскресенье возможны этапные хирургические вмешательства, а может быть просто на перевязке нужно кого-то посмотреть, ну а в понедельник новая рабочая неделя, и так два года подряд. Поэтому усталость есть, но параллельно с этой усталостью есть и понимание того, что Россия-то пришла уничтожать, они пришли убивать. И тут же вопрос стоит о том, или ты живешь, или ты не живешь. Вот как бы тут разделение, это очень-то простое. Поэтому, несмотря на усталость, я больше вот, именно, когда мы говорим о военных, о раненых военных, когда мы их оперируем, помогаем им, я больше сталкивался с ситуацией, когда люди возмущены тем, что их комиссуют. Потому что говоришь, ребята, ну у тебя не работает лучезапястный состав, или у тебя голеностоп не будет работать, мы его замкнули. Иначе там с этими разрушениями, с этой инфекцией просто не справиться, поэтому для фронта не получится. Вот это вызывает раздражение. Как не получится? Ребята там у меня остались. Вот этого, вот этого у меня убили. Это уже такое личное отношение к войне. Вот это вызывает раздражение. А вот тут ребята начинают искать, а где я еще пригожусь? Ага, вот здесь, в логистическом каком-то центре и так далее, и так далее. С уклонистами я не сталкивался. Я знаю, что они есть. В каждом обществе такие есть, но я напрямую, бог милого, не сталкивался. Как сейчас обычные люди обсуждают войну в Киеве? С какими эмоциями? Как это изменилось на протяжении того времени, что вы там находились? Ее обсуждают, конечно. Но вот те, кто на фронте, они правильно говорят, что мы на фронте для того, чтобы вы могли жить, чтобы детки в школу ходили. Конечно, очень неприятно, когда россияне бомбят, вот эта воздушная тревога. А если в школе нет бомбоубежища, детишек ведут там в соседний какой-то подвал или на станцию метро, как в Киеве. Но трудно сказать. Мне кажется, в первые мои поездки было больше в отношении вот россиян, в целом россиян, обобщенно вот эти вот, которые не замечают войну. я уже не говорю о тех, кто, собственно, принимает участие в этих запусках ракет, расчетах и траектории. Было очень много вот такой чистой, кристально чистой ненависти. Теперь же эта ненависть сменилась. Есть там украинское слово. На русский его можно провести как смесь годливости, отвращения и где-то презрения и где-то ненависти, потому что ненавидеть можно и нужно подлого и сильного врага. Здесь уже, ну, это уже другие чувства, еще более уничижительные для тех, кто в России не замечает или поддерживает этот кошмар. А вот вы знаете, в начале войны я когда говорила с моими украинскими друзьями, и часто такая фраза звучала и в разговорах, и вот в соцсетях люди писали, после победы, вот после победы там мы встретимся, мы что-то сделаем и так далее. Это звучало очень, ну, с такой очень большой долей уверенности. Люди как-то настолько были в этом уверены. Вот сейчас это выражение до сих пор звучит, оно не утратило своей уверенности, оно как-то преобразилось. Мне кажется, что понятно, что какой-то эйфории вот в предчувствии скорой победы не наблюдается. Я еще раз подчеркну, есть уверенность в том, что без победы не будет ни Украины, ни, возможно, вашего собеседника. Если вы с кем-то беседуете в Украине, этот собеседник понимает, что и его, и его семьи, возможно, не будет. Поэтому вот из этого все и исходят. Что, да, победа, ну, а после победы запланируем, конечно, будем жить и будем есть черешню в Мелитополе, в Крым поедем, в Мариуполе будем, и розы будем рвать на терриконах Донбасса. Песня даже такая есть. Вы в это верите? У вас есть уверенность в этом? В это я верю. В это я верю, потому что за этим стоит очень большая воля украинцев. И у меня, когда я в Таллине, у меня гораздо больше не то, что пессимизма, но вот такого вот как-то, не то, что неверия, но вот депрессии какой-то, не в клиническом смысле депрессии, это я уж как доктор говорю, но такое, ну вот что, вот это вот так вот растянуто, и когда же, когда ты приезжаешь в Украину, это все сменяется тем, что ты занимаешься делом, чтобы вокруг тебя люди, которые понимают, что по-другому никак невозможно и по-другому никак не будет, и ты заражаешься вот этой вот толикой, вот этой вот долей оптимизма, не эйфории, но вот оптимизма, построенного на понимании того, что по-другому нельзя, о чем я уже вот говорил только что там, поэтому я в это верю. И когда я в Украине, мне кажется, что это произойдет быстрее, чем тогда, когда я об этом думаю, находясь в Таллине. Да, я вас очень хорошо понимаю, потому что я еще дальше географически от Украины, и я, по моим наблюдениям, люди себя чувствуют здесь точно так же, отсюда кажется все более мрачным и неопределенным, чем, наверное, когда ты находишься в Украине. Спасибо большое. Наверное, да, потому что я наблюдаю и за коллегами из других стран, которые приезжают, в частности за нашими американскими друзьями, когда они приезжают в ту же клинику, и вот они приехали, уставшие с дороги, да, утром в операционную, все взбодрились, а через несколько дней уже как бы уже есть полное понимание, что победа будет, и так оно и есть. И так оно и есть гораздо в эмоционально-психологическом таком вот плане гораздо проще работать на победу, чем думать о победе просто. Субтитры создавал DimaTorzok